13 километров от дома Одна Сейчас становится страшно 17 лет я переехала Пол первой ночи людей стало меньше Я плачу за 6 минут Я периодически встаю Просыпаюсь У меня огромный страх Что я просыплю Не знаю 5.20 В Екатеринбурге уже 7.20 У меня дико Страшно, непонятно вообще, что происходит Что делать Так что странно Не как обычно Всем привет, с вами та самая Лена Которую вы смотрите уже на протяжении 8 лет Да, да, это реально я Мне 17 лет Я бросила школу, зарабатываю с 9 лет Первый бизнес открыла в 12 Начала путешествовать сама, без родителей В 17 лет И так же в 17 лет я переехала Переехала туда, куда я хочу И нет, это не видео с красивой картинкой Это не видео, где я вам расскажу Покажу, как все классно Как все идеально Как у меня все легко получилось Нифига Это был довольно долгий путь Вообще каждый день я совершенствуюсь Каждый день я становлюсь лучше И очень много боли Особенно в этом году я прошла Это выглядело как какая-то черная полоса Потому что это просто не заканчивалось Постоянно какая-то фигня Происходила в жизни Я просто это все не освещала И об этом никто не знает Но знаете, что это просто жестко И идеальной картинки не бывает Ну что ж, а я вам расскажу о своем периоде 1 декабря закончу писать итоговое сочинение Я принялась собирать вещи Потому что я уезжала Где-то вечером Я уже была в Москве Ну ближе к 12 ночи У меня была пересадка 9 часов То есть это целую ночь Я была в аэропорту Домодедово одна Это мой первый такой опыт Но как видите я доехала Прилетела я значит в Сочи Электричка была где-то из аэропорта Через пару часов А из Адлера по-моему через час Я такая, блин, ну у меня есть целый час Я могу дойти до Адлера Тут недалеко показывает Не знаю, я прилетела уже полтора часа назад Еще никак не могу отойти дальше аэропорта Вот он А это все потому что тут очень странное все Я не могу дойти даже пешком Поэтому я буду ждать электричку В аэропорту Иду обратно в аэропорт Я тоже не понимаю куда прийти по-быстрому Поэтому я опять все обхожу Буду ждать электричку уже оттуда Потому что, ну я не знаю Я ничего не поняла Короче, подокременная километра от дома Одна Не знаю Отчасти становится страшно Потому что, ну Хер знает вообще что Что будет С какой стороны я так этого хотела Как вы понимаете я никуда не дошла Просто потому что Я не смогла понять Как мне дойти Из аэропорта до Адлера У меня нифига не получилось Там просто никак не пройти И у меня уже какая-то Уже какие-то странные эмоции Были по этому всему поводу Знаете, то место в которое я приехала Это как поселок Но это часть Сочи И он выглядит просто как поселок Но тут есть вот такое вот Чудо техники Даже в Екатеринбурге такого нету Посмотрите, ну реально вот Как это Как село Думала сначала что это поселок А это оказывается метрорайон Сочи Последние штрихи мне осталось Дойти в заселиться Наконец-таки уже Я не знаю Я полдня за сюда набиралась Сначала до Москвы Потом ночь в Москве Потом опять села С Москвы до Сочи уже долетела Потом Я тут Думала как сделать лучше В итоге короче села на эту электричку Через полтора Через два часа просто приедет И теперь я тут Ехала где-то час сорок примерно Может два часа Я на самом деле Когда села в электричку У меня прям Какая-то Грусть, тоска Потому что мне стало Очень Грустно и одиноко Я Прям вообще В каком-то шоке была Типа Чё происходит А сейчас я наоборот Села радостная Узнакомилась девочка Она учится В Сочи Едет Сюда И обратно Живет короче тут Вот Тут вот Не знаю Блин, ну смотрите Какие природы Такие природы Все-таки Ну там горы Это самое Откровенное видео На моем канале Здесь вы увидите Все вот самые эмоции Человек, который в 17 лет Один выехал Переехал Вообще не понимает что происходит Что-то новенькое вокруг Интересное Неизведанное Как вам Я надеюсь Понравится Я стараюсь для вас Стараюсь быть Такой, какая я есть Потому что меня раздражает Вот эта вся идеальная Картинка в интернете Мне хочется, чтобы люди Видели правду Чтобы они видели То, как действительно Все происходит Я заселилась У меня Духкар Местный Я в итоге Ранила Потом приезжайте Пока что Не обосновалась Я вообще не знаю Что будет Что я буду делать Как Эмоции Конечно На шкале Потому что я не знала Вообще куда еду Что вообще будет происходить Но встретили меня довольно Классно Дружелюбно У нас пошли там Какие-то танцы И всякие приколюхи И кстати Да, чтобы следить за моей жизнью Видеть Что вообще происходит каждый день В прямом Так скажем Эфире В то время В которое это вообще происходит А не через месяц Потому что реально Уже больше месяца прошло С того момента Как это все было А я вот только сейчас Все это выкладываю Подписывайтесь В общем На мой инстаграм Ссылка есть в описании Там вы найдете Все самую актуальную информацию Ну не думайте Что жизнь в цветочке И все было классно Когда я шла Пешком Довольно таки Так прилично От электрички С руноком Вот такие странные ощущения Когда ты Так вот идешь И прям Ну не знаю Как будто ты подустал Жарко Солнце светит Какие-то прям Странные ощущения Потом я прихожу Просто Я не понимаю Что делать Я захожу не в ту сторону Я понимаю Что вроде покажете тут Но как бы вроде не тут В общем это было конечно Очень интересно Потом меня заселили Я включила кондер Запотели все окна Было дико холодно В номере Я уже сомневалась о том Как я тут вообще буду жить Потому что еще одна И вот этот момент Да когда я вышла из душа Тоже вы наверное уже видели его Окна в пол были Типа вроде с неплохим даже видом Тут я вижу на своей подушке То есть холодно все это Все и так не очень классно Я вижу Жука холода То есть непонятно Я думаю Это что такое Началась какая-то паника Кухня Таракан не таракан Маме отсылаем И ничего не понимаем Я иду потом на кухню Где сидели ребята Я спрашиваю Что это такое Они мне говорят Да, русские жуки Нормальные Я написала Девочки местные Которые тут Потому что я думала Что за прикол вообще А он говорит Да, реально тут кто-то Такие шучки Я вообще просто в неком шоке Я штук 20 их нашла Было просто ужасно И не знала Как я тут буду дальше жить Мне просто было страшно Проснуться С этими В этих жуках И на следующий день Юра Райт Это известный блогер Держать вот этого всего Пространства И других пространств Я сказала Вообще чё, как тебе Я говорила Капец холодно Но он сказал С холодной Типа давайте я переселил Меня переселили Выгодят номер Как раз таки Как я рада Тут конечно такое интересное окошечко Но Поначалу это было прикольно Сейчас уже подознаедает Ну я вам видно звезды Не знаю Не видно Но там действительно Видно Ну и плюс Днем можно посмотреть на горы Но там как бы еще и стройка Но тут зато тепло Мало жуков Все Мне отлично Когда я заехала У меня сломался замок Я думала блин в этой жизни Когда-нибудь уже что-то будет Нормально А не через одно место Ну собственно вот это Начало моей истории Начало моего переезда Рассказала вам интересные эмоции Ждите следующие видео Я тут живу Кайфую Не всегда конечно Но подробности вы узнаете в следующих видео Лайк Подписочка Пока Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал